Добрый вечер! Когда у тебя в начале сезона столько приятных моментов происходит И первым приятным моментом и первым сообщением для нас было То, что замечательный артист, ныне работающий в нашем театре Владимир Коняхин Наконец-то получил правительственную большую награду Это медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Подписанную нашим президентом Это было замечательно, красиво и здорово Потому что актер, он великолепный А сколько он уже работает у вас? И вообще сколько он? Много лет Я уже сейчас годы не считаю Артисты, они ведь не просто, так сказать, есть Артист это такое существо почти что бесполое Вот, про годы ему не говорят Как про женщин, так и артистов Поэтому он давно очень работает у нас в театре Актер когда-то учился на драматическом, на кукольном начинал Учился в Екатеринбурге Потом перешел на драму Работал в драматическом театре, ставил спектакли Потом перешел к нам Я лично считаю, что он одна из лучших работ, допустим, в спектакле «Преступление и наказание» Это Порфирий Он работает с куколкой, просто виртуозно работает с куклой А вот в чем особенность, кстати, сразу спрошу, мы с вами часто встречаемся Но как-то вот, знаете, некоторые зрители не понимают, что вы за ширмой, вы эмоции не видите Вы видите куклу, вы видите сварьи какие-то Здесь он работает в наказании, он работает без ширмы И мы видим и его, и куклу И вот иногда возникают такие удивительные моменты Когда вроде слияние такое происходит, что уже не понимаешь, где кукла, где человек Они друг на друга реагируют Они друг на друга реагируют Иногда она успокаивает его, кукла успокаивает Володю Володя работает через эту куклу Он артист не только нашего театра, он и в антрепризе очень много работает Но такие тяжеловесные статуэтки, хорошие, добротные Наш театр отправился после открытия сезона, в начале сентября Уехал в Екатеринбург на фестиваль Петрушка Великий Вот здесь у нас такой буклетик тут лежит Василий Уточкин, артист, исполняющий, молодой наш актер Исполняющий роль Раскольникова, Родиона Получил диплом и награду за лучшую мужскую роль фестиваля Его работа была признана мужская лучшей И он получил вот такой вот приз Видите, бронзовый Петрушка На таком малахитовом стержне Спектакль вызвал очень бурное обсуждение у критиков И у фестивальной публики Ну и третья вот сейчас самая весомая Во всех смыслах Во всех смыслах Это огромная вот эта скульптура тяжелая Федора Волкова Основателя российского театра Это как бы премия вручается всего один раз в жизни Театру двух Федоров Волковых невозможно получить Поэтому мы очень счастливы, что театр награжден Вот такой замечательной наградой Здесь вот мы видим и диплом А много участников? Вообще хочется уровень понять Я считаю, что наш театр один из лучших театров в стране И, наверное, не случайно мы открывали гастроли в Крыму Гастроли возвращения И не случайно, наверное, в общем-то наш театр Ну, принято считать Считаем И мы его очень любим за это За то, что он самый лучший театр в Рязани Так мы считаем А зритель тоже нас любит И нам очень приятно А какие-нибудь советы дают? Может быть, кто-то из-за границы привозит какие-то новые впечатления Свои что-то увидели? Может быть, необычную куклу увидели? Вы сами много путешествуете вместе с артистами? Ну, я, конечно, много путешествую Но, тем не менее, каждый в этой жизни выбирает то, что ему нравится Я не люблю такого, так сказать, попугайского преклонения перед Западом И повторения У них есть свои какие-то плюсы И свои спектакли достаточной степени интересные У нас театр развивается несколько в ином направлении Более психологического свойства Наш театр более нравственный И более, я бы сказал, гуманистичный Там развивают форму Мы развиваем глубину и содержание Вот тот псевдодемократизм, который существует Он иногда приводит к таким страшным, жутким результатам Бог не случайно устраивал Содом и Гоморру Карал все это И поток был, наверное, тоже не случайно Как наказание Божье За грехи наши Когда человек отрывается от божественного создания От нравственных заповедей и постулатов Тогда и приходит наказание А поскольку искусство Оно должно идти в ногу С верой в лучшие качества человека И искусство приближать нас должно к Богу Возвышать нас Основная его цель А если мы вдруг уходим Начинаем заниматься Значит, мы работаем У вас очень непростая, трудная задача Ведь ребенку, увлеченного современными электронными играми Очень трудно увлечь куклой Чтобы он смотрел на нее Чтобы он что-то понимал для себя Копировал потом Это тоже важно для малышей Ну, да, конечно Но понимаете, какая вещь? Человек, играя в компьютер Главное коренное слово здесь играет Во что? Если он играет в жестокие игры Да, наверное, воспитывается жестокость Если бы он играет в добрые игры То нет Но нет ничего интереснее Когда ребенок начинает играть С предметом, с куклой Потому что именно это развивает Человеческое воображение Он говорит, он как-то поступает Что-то делает Разбуженная фантазия человека Она ведь и формирует потом личность Не компьютер формирует личность Компьютер – это инструмент Который позволяет узнать больше Он дает больший объем В руках художника или умного человека Педагога, мастера, наставника И компьютер может воспитывать то же самое Новый сезон открыт Осенний сезон Сюрпризы какие-то Ну, вот мы сейчас работаем Над двумя спектаклями Один для детей Другой для взрослых Это такие большие Достаточно по нашим, так сказать Размерам, размахам спектакли Для детей это «Кошкин дом» Это такой музыкальный спектакль На большой сцене С большим количеством персонажей Я думаю, что он будет интересен Для наших маленьких зрителей и родителей Ну и для взрослых В феврале мы выпустим спектакль По Чехову Это спектакль, в котором будет звучать И живая музыка И там будут и куклы, и люди Режиссер-постановщик Мы пригласили Олега Жужду Который ставил спектакль Наказание И надеемся, что это будет очень интересная Такая и для нас, актеров И для зрителей рязанских Интересная работа Ну а в промежуток между этим Будет новогоднее представление Я думаю, об этом, естественно Мы с вами поговорим уже незадолго Перед Новым годом Но тем не менее У нас всегда самое, пожалуй, интересное Представление для наших маленьких зрителей И поэтому мы с нетерпением ждем И с волнением ждем этого момента Спасибо за встречу Я вам желаю дальнейших успехов Чтобы награды радовали Это была программа подробностей До встречи в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому